народ здорово что можно ожидать от смартфона который стоит 10 евро ну естественно что как говорится и на том спасибо если это смартфон и если он вообще рабочий в данном случае я приобрел такой вот экземпляр это у нас zts blade l 3 то есть это бюджетная такая модель и вот эта вот модель стоила поддержана естественно 10 евро на рассказать магазинах такой до сих пор еще продается ну в интернет-магазине я видел по ценам от где-то 70 евро от 70 до 80 там разброс цен небольшой у нас есть коробочка надо сказать еще что продавец заявил что смартфон в достаточно плохом состоянии поэтому я купил на свой риск как говорится то есть работает но корпус конечно уже в ушатанном состоянии так вот посмотрим это все позже у нас есть коробочка на которой заявлены характеристики экранчик мы видим так себе камера 8 мегапикселей фронталка 2 мегапикселя 4 ядерный процессор 1,3 гигагерц 5 дюймовый экран 8 гигабайт флеш и android 5.0 и у нас поддержка двух sim карточек и аккумулятор 2000 миллиампер часов так вот что мы видим внутри внутри у нас также все упаковано в пакетиках то есть продавец хотя бы заморочился перед тем как отправить смартфон что он все упаковал потому что пакетики это я понимаю не оригинальные здесь у нас в лотке сам смартфон нему еще перейдем посмотрим комплектацию в каком все состоянии здесь у нас также отдельно вот в таком большом пакетике зарядка давайте с нее прямо начнем символический обзор распаковка блока этого самого поддержанного смартфона начинается с зарядки так но у нас тут 5 вольт 700 миллиампер немного кстати интересно выполнен разъем usb это просто на проводе он так вот ладно как говорится для бюджетного китайского смартфона это нормально у нас есть micro usb кабель который подключается к этому разъему а другому другой конец смартфон дальше у нас есть гарнитура и похоже я никто не пользовался ладно это хорошо здесь у нас есть переходник это с микросим на симку точнее вот такой вот нормальная симка она вообще-то мини-сим зовется вот это мини-сим 2 переходник и все и у нас здесь еще отдельно ухты он даже аккумулятор так отправил заверну полиэтилен на аккумулятор так ну что ж видно что оригинальный 2000 миллиампер часов так ну и переходим к самому смартфону вот это вот все понимаете 10 евро 10 евро и гарантии еще действует течение нескольких месяцев надо сказать так ну что смотрим сюда да по душатанном состоянии я уже фотки видел да с уголка здесь был удар то есть видно что уголок это не спилен он то есть скололся здесь тоже самое корпус люфтит скорее всего из-за того что вот здесь уже не плотно прилегает это кстати можно починить осторожно надфилем на этом и еще посмотрим так вот и экран у нас да выглядит он что он из царапан но вы знаете что вот если так внимательно присмотреться можно заметить что это не сам экран из царапан а на нем есть защитные защитный пластик который мы сейчас и снимем итак господа перед нами практически в идеальном состоянии экран просто нужно было снять вот эту вот защитную пленку но это конечно специально после покупки видимо кто-то наклеил может быть так и продавалась с уже наклеенной пленкой и просто предыдущий владелец видимо решил что а ну экран из царапан поэтому я просить много не буду за этот смартфон оказалось здесь просто из царапанная пленка вот то есть все эти царапины остались на пленке ну а здесь практически в идеальном состоянии стекло потому что никто его и не царапал давайте откроем корпус покупка то есть можно сказать уже неплохая если он рабочий но он должен быть рабочим заявлен по крайней мере здесь мы видим гнезда для sim карточек то есть сюда подойдут обычные симки ну так называемые мини симки и micro sd карточки насколько я понимаю поддерживаются до 32 гигабайт так вставляем аккумулятор крышечка кстати достаточно нормальном состоянии нет особых ну чуть-чуть пыли кое-где есть вот камера это сзади немножко как бы есть видно что следы вот здесь на самом на пластике вот здесь есть тоже следы поцарапан немножко ну и конечно с боков то есть вот по краям немножко есть царапины но в целом состоянии смартфона можно сказать нормальное включаем смартфон по крайней мере включается кстати экран действительно чистый так это что это просто пыль но пока включается расскажу просто что это смартфон был опубликован и выпускался с 2015 года поддержка сетей 3g и gsm то есть две сим карточки сюда подходят и толщина корпуса кстати у этого смартфона 8,6 миллиметра пяти дюймовый экран с разрешением всего лишь 480 на 854 пикселя и кстати для россии данный смартфон поставлялся с более хорошим более качественным hd экраном данный экран в европе поставлялся он более убогий а в россию кстати шел этот смартфон с более качественным экраном ну может и в другие страны по крайней мере я так заметил заявлено но это киевки мультитач поддержка здесь и процессор здесь mediatek mt6582 m то есть четыре ядра с базовой частотой 1,3 гигагерц и графическая подсистема у нас мали 400 mp2 1 гигабайт рабочей памяти и 8 гигабайт флеш накопитель из которых из коробки пользователю доступно сейчас посмотрим ну менее 4 гигабайт 3,8 гигабайта есть конечно же поддержка вай-фай bluetooth 4.0 gps fm радио даже есть и задняя камера заявлено 8 мегапикселей со вспышкой светодиодной и передняя камера фронталка 2 мегапикселя вот и android здесь 5.0 система вот можно сейчас проверить может быть конечно есть обновление все это надо сейчас смотреть проверять что и как то есть посмотрим ну на финском пока он сейчас 5.0.2 вот дзит и от blade так что вот такой вот смартфон был приобретен и сейчас попользуюсь сделаю несколько звонков естественно попробую поиграть вот и конечно же после некоторого времени сообщу вам свое мнение и так ребята попользовался данным смартфоном в течение нескольких дней надо сказать работает он отлично никаких проблем я не обнаружил несмотря на его низкую цену затем я решил проблему с корпусом как вы помните здесь были два скола и задняя крышка не плотно прилагала корпусу то я поэтому я взял просто надфиль и сточил эту часть пластика которая выпирала как говорится просто корпус продавился в тех местах где были сколы то есть его уронили но сейчас все решено задняя крышка стоит как надо пропал люфт пропали вот эти вот как говорится зазоры широкие то есть сейчас все как говорится в порядке ну понятно дело что бывают на поддержанных смартфонах различные такие вот сколы что касается экрана то есть он конечно легко пачкается то есть быстро пачкается с этим ничего не поделать качество камеры ну оно такое относительно средние я бы сказал то есть днем конечно снимки по их получаются неплохие но уже когда освещенность плохая то качество фотографий хромает что касается плюсов и минусов данного смартфона плюсом надо отнести в моем случае цена это сто процентов за 10 евро купить смартфон который стоит новым от 70 до 80 это большой плюс ну конечно android 5.0 из коробки в данном случае до сих пор продаются смартфоны с версии 4.4 поддержка 2 sim карточек неплохая комплектация надо сказать то есть у нас тут хоть и такого спорного качества зарядное устройство но есть кабель гарнитура даже вот эти переходники можно использовать как обычную sim карточку так и мини 7 микросим там наносим что касается минусов ну конечно же это экран кстати в россию поставляется с hd экраном там качество получше производительность тоже небольшая ну конечно для бюджетного смартфона 22 тысячи чуть более баллов antutu версия 6.2.7 ну и памяти меньше 4 гигабайт флэш это конечно тоже маловато 1 гигабайт то еще ладно хватит но рабочий ну флэш памяти конечно слишком мало вот что касается качество сборки тоже спорный момент ну аккумулятор кстати здесь неплохой то есть даже двое суток можно ходить с данным смартфоном если пользоваться не так часто вот ну и качество камер передняя такая понятное дело только фронталка задняя именно что только днем фотографировать вот но зато есть хотя бы светодиод фонарик поэтому пользоваться то можно я бы сказал то есть советую покупать за небольшие деньги если вам нужен смартфон пусть он и китайский но тем не менее продается даже у нас финляндии всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока